Братья и сестры, я вас всех приветствую! С моей стороны, несколько раз я уже как-то отмечал и говорил о том, обращал наше внимание на важность формы учения Нового Завета об освящении человека. Вот, да, на протяжении всего Нового Завета, вот когда Новый Завет говорит об освящении верующего человека, существует вот одна и та же схема. Вот любые призывы быть святыми, они вот в Новом Завете, знаете, они вот обоснованы или они вытекают из того, что Бог сделал и чем Бог обеспечил нас в Иисусе Христе через дар Святого Духа. Вот призывы Писания быть святым, они всегда укоренены, всегда обоснованы евангельским учением. И вот это вот учение, библейское учение, евангельское учение, оно как раз-таки вот постоянно побуждает нас видеть. Оно постоянно побуждает нас с вами созерцать, смотреть на то, что Бог сделал для нас в Иисусе Христе. Ну и поэтому вот любой призыв быть святым заключается в следующем. То, что Бог сделал, всегда логически предшествует тому, что Бог повелевает. То есть Бог не просто так повелевает, то есть этому всегда предшествует то, что Бог сделал. Ну и получается, если мы говорим о святости верующего человека, о нашей жизни, Бог не призывает нас с вами, ну, просто улучшить свою христианскую жизнь. А Евангелие не оставляет нас с вами в таком положении, где мы должны полагаться только на себя или только на свои собственные ресурсы. И вот получается, для того, чтобы расти в святости, расти в освящении, ну, просто необходимо, необходимо, нужно погружаться в богатство, в благодати Бога, в Господе нашем Иисусе Христе. Почему? А потому что Иисус Христос – это вот та самая плодородная почва, в которой христианская святость может пустить очень крепкие корни. Христос – это плодородная почва, где христианин растет и приносит плод Святого Духа. Ну, я говорю это для того, чтобы напомнить, претесестры, вот Новый Завет, он связывает две вещи воедино. Наше новое положение во Христе порождает новый образ жизни. Наше с вами новое положение во Христе порождает новый образ жизни. Бог сделал это, поэтому вы должны быть или должны делать это. Вот учение Нового Завета. Или будьте такими. Ну, почему быть такими? Потому что такой Бог, потому что таков Бог. Ну, сегодня, позвольте обратить наше внимание еще на один отрывок, где мы сможем заметить вот именно эту модель. Это послание Галатам, 5 глава, мы прочитаем два стиха, 16-17 стихи. Послание Галатам, 5 глава, 16-17 стихи. Вот слова апостола Павла. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Ну, вот библейский текст перед вами, я думаю, знакомый, может быть, конечно, на память его знают. Пятая глава известная из послания Галатам. Вы знаете, вот если вот опять, ну, вот просто взять Библию, открыть это место, прочитать несколько стихов, вот, ну, как мы говорим, бросить первый ознакомительный взгляд на библейский текст. Вот о чем текст, что вот можно увидеть, заметить, о чем можно вот сразу начать рассуждать. Ну, вот у меня возникает вопрос, сразу возникает вопрос. Это вот эти слова апостола Павла, призыв, да, повеление. А поступайте по духу, и меня вот очень волнует значение слова дух. Ну, потому что, читая нашу Библию, мы с вами понимаем, что все-таки речь может идти либо о человеке, либо о личности Духа Святого. Вот апостол Павел дает это повеление, да, поступайте по духу. О чем он здесь говорит? Ну, вот, и, к сожалению, не всегда вот маленькая буква в нашей Библии или заглавная буква, да, она поможет понять или определить значение, вот, о чем говорит апостол Павел. Вот, я думаю, рассуждение апостола Павла, вот в этих вот двух стихах, они указывают на то, что вот здесь он говорит именно о личности Духа Святого. Ну, я попытаюсь это показать. Итак, призыв апостола, вот, призывая читателей послания поступать по духу. Ну, как еще можно сказать, ну, жить Духом Святым, можно еще вот сказать, а жить так, как повелевает Дух Святой, то есть, живите так, как велит Дух. Ну, если вы читаете Библию по-английски, то там написано тоже очень образно, ходите Духом. Позвольте вот вернуть вас к тому, с чего мы начали, а то, что Бог сделал, логически предшествует тому, что Бог повелевает. Итак, у нас есть повеление, поступайте по духу. Вот теперь нужно понять, что является основанием для такого повеления. То есть, из чего вытекает этот призыв? Этот призыв вытекает из нашего нового положения, в которое попадает человек, когда становится Иисусом Христом. Вот смотрите, само определение, оно уже подразумевает, что в вас есть Дух Святой, не так ли? Поступайте по духу. Это уже нам говорит о том, что Бог сделал для нас с вами. Ну, процитирую библейские тексты. А если вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Сына Духа Своего, который мы взываем овоочи. То есть, это то, что Бог сделал для нас. Бог дал Духа Святого в наше сердце. Ну, или послание к римлянам. Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. То есть, Павел уже вот в этих словах, в этом призыве напоминает нам и говорит с вами о том, вот что Бог сделал для вас. У вас есть Дух Святой, в вас есть Дух Святой. Живите, как велит Дух. Ну, и получается, что мы с вами не оставлены Богом улучшать нашу жизнь сами по себе или сами в себе. Ну, однако, это не все, ведь мы прочитали и дальше эти слова апостола Павла. И вот эта вот неожиданная новая реальность нашей с вами жизни заключается еще и в том, что присутствие Духа Святого вводит нас с вами. Вот послушайте, вводит нас с вами не в зону комфорта, а в зону конфликта. Присутствие Духа Святого, то, что Бог дал нам Духа Святого, вводит нас с вами не там, где комфортно, приятно, легко, мы поем, мы порхаем над землею. Нет, Павел говорит, присутствие Духа Святого вводит вас в зону конфликта. И вот если я читаю этот библейский текст, вы знаете, я с облегчением вздыхаю. А мне даже, вы знаете, прочитав эти слова, мне бы очень хотелось поделиться с апостолом Павлом и сказать, Павел, ну как хорошо, что ты это написал, потому что я уже начал сомневаться в себе, ну, прости, апостол Павел, там, я уже думал, да, что в моей жизни что-то не так. А апостол Павел говорит, пусть вот эта борьба не смущает вас, борьба, которую переживаете, пусть она не смущает вас, он успокаивает на вас, отвечает, ну, борьба это правильно. Вот беспокоиться нужно тогда, когда этой борьбы нет. Нет. То есть, где-то в этом смысле сегодня хочу что-то сказать вам об этом библейском тексте. Вы знаете, если вообще говорить в общем о борьбе жизни человека, конечно, неправильно будет сказать, что только христиане переживают внутренний конфликт. Это неправда. Вы знаете, неверующий человек переживает внутренний конфликт также. Но вот если вот сравнивать верующего и неверующего человека, в чем разница, вот любой конфликт с плотью, который переживает нехристианин, неверующий человек, он остается во плоти. Ну, в каком-то смысле человек борется сам с собою. Человек видит лучшее, человек понимает лучшее, но вот в жизни делает худшее. Многие люди знают, что должны делать. Они знают, что должны быть лучше. Вы знаете, вот само это знание, само по себе, оно уже порождает внутренний конфликт в человеке. Ну, посмотрите на детей или вспомните себя в детстве. Вот как вы думаете, что сделает ребенок, когда вот он бежит и сталкивается с табличкой, на которой написано в эту лужу не ходить. Ну, вот давайте на паркеладе, представьте, там или где-то внизу у нас вот эта лужа там набирается. Давайте мы все обставим табличками на русском, на английском языке, что будут делать наши дети. То есть они не будут обращать внимание на эту табличку, прочитают, поймут, но все-таки будут делать совсем, а не то, что говорит эта табличка. Вот однако, вот как только мы с вами обратим внимание на верующего человека, многое меняется. И теперь Писание, вот когда говорит о верующем человеке, вот в конфликте, оно говорит нам о новом конфликте. Священное Писание говорит нам о противостоянии другого рода и уже не между плотью и плотью, а между плотью и духом. Вот теперь апостол Павел нам объясняет, он объясняет нам с вами, только если мы живем по духу, он говорит, вы сможете избежать вожделения, удовлетворения желаний о плоти. Вот позвольте также вот подчеркнуть, что очень ярко следует из его рассуждений. А вот вы знаете, вот он как говорит, вот послушай, да, и вот что можно сказать. Оказывается, вот просто попыток избежать грех недостаточно. Если всю свою жизнь мы с вами будем только пытаться избежать грех. Вот Павел, он как бы говорит очень ясно, этого недостаточно, это не поможет, ты не сможешь просто всю свою жизнь избегать греха. Павел говорит, мы избегаем грех, но жить нужно в силе Духа Святого. В силе Духа Святого. Вот эти особенности рассуждения апостола Павла. Вот смотрите, когда он говорит о плоти и говорит о вожделениях плоти, вожделение это очень сильное желание. Вот что включается в это понятие? То есть, что он имеет в виду, вот вожделение плоти, удовлетворять вожделение плоти? В это включается то, что мы думаем и то, что мы делаем. Вот есть два библейских отрывка, может быть есть больше, но я напомню только два. Например, вот немножко ниже библейский текст говорит, что у плоти есть дела. Дела плоти известны. То есть, когда Павел говорит о вожделениях плоти, сюда включаются дела человека. А вот в послании к римлянам Павел пишет тоже и говорит, что есть у плоти и мысли. Помните, помышления плотские. То есть, вот желание плоти, сюда включаются наши дела и наши мысли. А далее, вот в рассуждениях апостола используется очень интересный и правильный баланс. Вот попробуйте понять, что я говорю. Вы знаете, вот в его рассуждениях, особенно здесь, найдете многие другие, только вот начните обращать на это внимание, всегда присутствует и отрицательный, и положительный элемент. Есть и отрицание, есть и положительный. То есть, отрицательный элемент в нашем библейском тексте, не исполняя вожделения плоти, положительный элемент, поступай по духу. То есть, он не только говорит, не исполняя вожделения плоти, понимаете, он говорит, обязательно есть положительный элемент, поступайте по духу. Мы не делаем одного, но обязательно, обязательно должны делать вот что-то другое. Ну вот в наше время стали своего рода модные такие понятия, там позитив и негатив, положительный негативный человек, да, вот кто-то встречается с кем-то, говорит, о, сколько много позитива мы получили, а есть такие яркие призывы, которые часто звучат, что, ну, к примеру, эффективный лидер имеет позитивный настрой, или вот такой призыв к человеку, ну, перенаправьте ваше внимание на позитив. То есть люди сегодня пытаются научиться изгонять негатив из жизни, вот выгонять негатив, и получается, что вот, ну, негативность – это не более чем плохое самочувствие человека, в то время как позитив – это какая-то уверенность в себе. Интересно, христианство отличается, братья и сестры, вот оно отличается тем, что на определенном уровне в жизни верующего человека, в жизни христианина должны присутствовать как негативность, так и позитивность. Но попробую объяснить, то есть без правильного баланса не будет движения. Вот давайте вспомним некоторые библейские тексты, где приблизительно говорится о следующем. Ну, вот к примеру, послание Колосиным, 3 глава, 8-12 стих. Вот смотрите, мы читаем слова апостола Павла, и вдруг перед нами опять призыв, а теперь вы отложите все. И он перечисляет, что нужно отложить, хорошо? Знаете, что интересно? Он не останавливается только на том, что мы боролись с грехом. То есть на то, что вы откладываете, в 12 стихе Павел говорит, а теперь заполняйте то, что вы освободили, но облекитесь, отложите, да, уберите это своей жизни, но на то место, на освободившееся место обязательно должно что-то прийти. То есть, понимаете, негатив и позитив, а без этого не будет движения в христианской жизни. Мы не можем только бороться с грехом, мы не можем только не делать чего-то, мы не можем только ни курить, ни пить, ни гулять и все остальное. Понимаете, на то, что освобождается, должно приходить что-то еще. А вот давайте вспомним еще большую картину, вот библейская истина, библейское повествование. Вы можете представить, что вот весь наш с вами христианский опыт, он построен на негативном. В каком смысле распяли Христа? Христа. Наш с вами христианский опыт построен на негативном распяли Христа, но и на позитивном. Христос воскрес из мертвых. Вы знаете, вот к этому стоит внимательно прислушаться. Почему? Потому что Евангелие, оно имеет определенные последствия для христианской жизни. И вот Павел учит нас с вами для того, чтобы жить хорошо, для того, чтобы, вот как он выше здесь пишет, а идти хорошо нужно быть одновременно и негативным, и позитивным. То есть он говорит, отвергнуть плоть с ее желанием, это да, это точно. Но с другой стороны, Павел говорит, что необходимо, необходимо, чтобы мы с вами так же поступали по духу, жили, а в силе Духа Святого. Итак, если мы с вами собираемся как-то противостоять вожделениям плоти, это негативное желание, да, нам нужно быть в силе Духа Святого и вжить в соответствии с его велениями, с его воспитанием, это уже позитив. Ну и вот несколько мыслей об этом. Ну вот, вы знаете, вот это вот сочетание плоть и дух, о чем говорит апостол Павел, да? Плоть и дух, борьба, конфликт между плотью и духом. С одной стороны, это не только два аспекта жизни христианина. Вы знаете, вот плоть и дух, опять в большой картине Священного Писания, это характеристики двух эпох. Эпох, периодов, в которые вообще живет человечество, дух и плоть. Вот иногда Священное Писание говорит о том, что человек это плоть и дух, что примерно обозначает тело и душа. То есть человек, мы с вами люди, мы созданы для материального мира, и поэтому имеем тело, имеем плоть. Но вот человек, он также выходит за пределы этого материального мира. Почему? Потому что мы с вами созданы еще для общения с Богом. И поэтому у нас с вами есть еще и духовная природа. Вот человек это союз двух природ, материальной и духовной. То есть в этом случае мы с вами, естественно, рассматриваем плоть и дух как ссылки на аспекты нашей личности. Вы знаете, вот иногда Священное Писание рассматривает плоть и дух в более широком смысле. А в нашем тексте именно это более широкие понятия, чем материальная и духовная природа человека. То есть плоть и дух это характеристика, ну вот я использую это слово, я как раз повторю его, характеристика или атмосфера, атмосфера двух эпох. Вы позвольте выразить это библейским языком. Да, вот библейский язык говорит нам, что есть и существует настоящий лукавый век. В Послании Галатам встречается эта фраза, Христос пришел для того, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Это период, это эпоха времени, в котором господствует плоть. Но Священное Писание теперь нам говорит еще и о том, что есть век грядущий, век будущий, и это время, в котором господствует дух. Получается, что плоть и дух – это характеристика или атмосфера этих двух эпох. Настоящего лукавого века – плоть, и века грядущего – это уже дух. Вот смотрите, вот мы с вами живем в падшем мире, настоящий лукавый век, и мы с вами дышим атмосферой этого времени, мы с вами дышим атмосферой, разделяем природу этого мира. То есть плоть, когда говорит Писание – плоть, это еще один из способов показать господство и влияние на нашу жизнь настоящего лукавого века. То есть когда настоящий лукавый век влияет на жизнь христианина, братья-сестры, это плоть. А вы знаете, что еще интересно? Вот рассуждение апостола заключается в том, что вот мы с вами, вот не просто отдельные личности, личности, которые, приходя в этот мир, начинают свою жизнь с Богом, ну в каких-то нейтральных отношениях. Писание, вы знаете, не говорит о том, что мы невинные до тех пор, пока не согрешили. Согрешили только потом виноваты. А скорее мы по природе, в Адаме, так говорит Библия, а это значит, что мы глубоко причастны к грехопадению Адама. Это значит, что мы с вами разделяем его отчуждение от Бога, потому что мы в Адаме. Это значит, что злые силы, ну простите за такое выражение, они были впущены в человеческую кровь. И в результате Священное Писание говорит, что мертвые по преступлениям и грехам перед Богом. Однако, вот как христиане, мы с вами больше не водами, и теперь Священное Писание не устает нам с вами напоминать, не устает нам с вами повторять уединение верующего со Христом. И в этом смысле, братья и сестры, мы не во плоти. Вот слова апостола Павла, вы не по плоти живете, а по духу, если Дух Божий живет в вас. То есть вы не живете во плоти, по плоти, если Дух Божий живет в вас. Обратите внимание, ну, не быть больше во плоти, не то же самое, что сказать, плоти нет в нас. Это тоже очень интересно понять. Не быть во плоти, это не то же самое, чтобы сказать, плоти уже нет в нас. А по определению мы с вами во Христе, поэтому мы с вами участвуем в новом творении. Мы наполнены Духом Святым, живем под Его владычеством и дышим атмосферой века грядущего. Однако в то же самое время мы с вами остаемся в том же старом мире. Мир, который заражен грехопадением Адама и силой греха. Ну, может быть, как-то приходилось вам с вами встречаться с людьми, которые освобождаются от какой-то зависимости. И вот как-то часто о чем говорят люди, они говорят о том, что иногда вот малейшие детали, да, они напоминают образ старой жизни. Ну, допустим, если человек всю жизнь курил, да, вот никотин, сигареты, и часто вот просто запаха никотина достаточно, чтобы что-то в нем ожило. Запаха дыма бывает достаточно, да, чтобы какие-то чувства старой жизни ожили. Вот принесите эту метафору в нашу с вами жизнь. Мы с вами живем в мире, который наполнен этим дымом. То есть мы с вами в атмосфере плоти. Мы с вами в таком порядке, в социальном порядке, который находится под сильным влиянием дьявола. Поэтому Библия говорит пришельцы. Вы пришельцы, живущие здесь, как граждане нового века. Вы знаете, вот пока мы с вами в этом мире, мы будем находиться под угрозой. Пока мы в этом мире, мы с вами будем находиться под угрозой со стороны старого мира. И почему? Вот Павел пишет, для чего? Ну, братья и сестры, ежедневно. Ежедневно мы должны принимать решения. Ежедневно мы должны обновлять обязательства, принимать обязательства жить новой жизнью. Ну, что, конечно, подразумевает сопротивление, решительное сопротивление желаниям плоти. Итак, плоть и дух – это характеристики двух эпох, двух периодов, в которых живет христианин. Но дальше, если еще рассуждать, быть во плоти или быть в духе также означает два разных периода жизни того, кто стал христианином. Вот, ну, вы знаете, вот сам факт того, что Дух Святой влияет на нашу жизнь, и в результате возник конфликт с плотью, уже предполагает, что вот был такой момент, когда Христос вошел в мою жизнь. Был такой момент, когда Христос вошел и обратил вспять последствия греха. То есть вот в нашей жизни не всегда такое было. Есть этот водораздел, есть граница. Существует момент, когда жизнь каждого из нас переходит вот эту черту от плоти в дух. Почему? Потому что Христос, входя в нашу жизнь, он приносит новый порядок жизни. Он приносит новую атмосферу, в которой доминирует сила от Духа Святого. Мы теперь с вами в царстве, где Христос царь, где Он царствует, Его благодать и праведность. Вы знаете, вот именно с такого вот начинается послание Галатам, где Павел пишет и говорит, что Христос отдал Себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. То есть, Он напоминает, дорогие братья и сестры, церкви Галатии, верующие в Галатии. Вот помните о своем новом положении, да? Мы уже избавлены от настоящего лукавого века. Вы знаете, есть еще один очень-очень яркий библейский текст, который очень красиво это показывает, послание Колосинам. Апостол Павел говорит о том, чтобы благодарить Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. Вспомните, что Он говорит дальше. «Избавившего нас от власти и тьмы, и что сделавшего? Введшего в царство». Вот кто мы с вами, дорогие друзья. Вот почему мы не в плоти, а в духе. То есть, мы с вами были в этом мире, но Христос пришел, избавил нас из этого мира и ввел в царство возлюбленного Сына Своего. Как говорится о Боге. То есть, мы с вами теперь принадлежим новой семье. И Бог послал Духа Своего, чтобы ввести нас в свою семью. А как мы теперь называем Бога? Мы называем Его Отец. Это отличительная черта верующего человека, который обращается к Богу. Не Бог, а Отец. То есть, это отличительная черта человека, который знает Господа. Отличительная черта человека, в сердце которого живет Дух Святой, к Богу обращается и говорит Отец. Теперь мы с вами живем во владениях Небесного Отца и не находимся под властью настоящего лукавого веку. Поэтому пребывание в Духе, а не во Плоти, представляет нашу с вами новую реальность. И вот поэтому, когда Писание говорит, плоть желает противного Духу, а Дух противного Плоти, это не просто конкурирующее желание в человеке, не просто хорошие и плохие желания, а вот, знаете, реальность такова. Очень важно понять реальность. Мир Плоти когда-то имел меня. Мир Плоти когда-то увлек меня в грех и смерть, но теперь я живу в другом царстве. Я живу в царстве Небесного Отца. То есть, мы вознесены Богом из смерти в жизнь, в праведность и жизнь. Да, когда-то я был гражданином этого мира, но теперь я гражданин другого мира. Ну, вот еще раз напомню слова апостола Павла. Вы не по Плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Ну, еще раз давайте обратим внимание, что Павел не говорит. Он не говорит, что в вас больше нет плоти. Скорее, Писание утверждает, что мы с вами уже не такие, кем мы, не те, кем были. То есть, мы уже не те, кем были. Свобожденные, избавленные от настоящего лукавого века. Мы больше не во плоти, а в Духе. У нас нет больше обязательств, обязанностей перед плоти. Мы ничего не должны плоти. Мы не должны хранить верность плоти. Она не имеет никаких претензий по отношению к нам. То есть, мы отказались от плоти ради гражданства в семье, которая теперь меня усыновила. Вы знаете, это мысли апостола Павла. И вот поскольку мы с вами вышли из-под власти плоти, во владение Духа, Павел говорит, у нас есть новые обязательства, поэтому, говорит, поступайте по Духу. Обязательно жить в соответствии с принципами нового царства. Вот что Павел говорит, поступайте по Духу. То есть, такой силе, чтобы не уступать, не поддаваться томительному влиянию плоти. Ну, конечно, вы знаете, все не всегда так просто, как иногда рассуждается. И вот мне бы снова хотелось поговорить с человеком, который написал эти слова. Вот апостол Павел, если бы он был, я бы очень хотел спросить его, Павел, вот у меня такой вопрос, а почему ты пишешь об этом? А для чего верующим людям, вот в послании Галатам, ты напоминаешь об этом? Что случилось в церкви, в церквах Галатии, да? Может быть, они стали, ну, простите, курить? Может, они стали употреблять алкоголь? А может быть, блуд появился у них? Или они стали обманывать, украсть или что-то еще? Павел, почему ты пишешь эти слова? И вот здесь, знаете, нам открывается вот замечательный, проницательный взгляд этого человека. Он начал беспокоиться не потому, что верующие в Галатии начали курить или все остальное, да? Он беспокоился совсем по-другому вопросу. Мне кажется, братья и сестры, если у нас с вами, ну, что-то откроется интересное и очень важное. Ну, что значит жить в духе и жить во плоти? Да, вот контраст поступков, контраст образа жизни, но вот иногда плоть в жизни, особенно верующего человека, она принимает тонко замаскированное положение. Вот попробую объяснить, что происходит в этом послании. Что значит быть во плоти? Ну, то есть, в общем, говорить главные принципы. Быть во плоти, вот для человека, это значит, вот, жить для себя. А быть поглощенным с собой, то есть, жизнь во плоти, она никогда не сосредоточена на Боге, а скорее только на себе. Хотя вот единственный истинный, верный центр всего сущего является Бог. То есть, быть во плоти, значит, быть поглощенным с собой. Посвящать себя удовлетворению собственных желаний. И вот, знаете, вот в этом именно у плоти есть особенность. И Павел, мне кажется, именно об этом говорит. Во множестве способов человек начинает прятать себя или защищать себя от Бога, даже верующий человек. Я попробую объяснить. Во множестве-множестве способов человек пытается спрятаться от Бога, защитить себя от Бога. А вы знаете, это в чем проявляется? Это проявляется в том, как плоть стремится к славе. Хорошо, вот вы сейчас, если говорите со мной, вы мне можете справедливо сказать, подожди, о какой славе ты говоришь? Кто тут из нас стремится к славе? Но послушайте внимательно, братья сестры, я думаю, вы со мной согласитесь. Первое. Из Священного Писания мы знаем, что Бог никогда, никогда не позволит плоти хвалиться в его присутствии. Помните слова Писания? Моей славы никому не отдам. Или апостол Павел в послании к Коринфе нам пишет, вот должно быть, как и написано, хвалящийся Господом хвались. Итак, в присутствии Бога плоть хвалиться не может. Но как же вот я говорю, что верующему человеку возможно стремиться к славе? Вы знаете, где-то вот здесь для нас с вами скрывается опасность. Итак, что же делает плоть защищать себя от Бога? Братья сестры, это очень часто происходит в нашей жизни. Ну, попробуйте смотреть, анализировать. Я думаю, я верю, вы согласитесь со мной. Очень часто мы защищаем себя, знаете, чем? Апеллируя или обращаясь к каким-то привилегиям или своим достоинствам. Наше Я постоянно настаивает на том, чтобы у нас были весы. Наше Я постоянно настаивает на том, чтобы вот что-то на эти весы ложить. Вот мне так хочется, чтобы на этих весах что-то лежало мое. Ну, братья сестры, что происходило в цифрах галатийских? Ну, вот в наших руках мы пытаемся что-то принести Богу, мы пытаемся что-то вот показать Богу. Именно здесь у нас открывается главная, самая страшная сторона плоти. Знаете, братья сестры, вот самая главная страшная сторона плоти заключается в том, что мы можем, это вера в то, что мы можем сделать себя угодными Богу. Если говорить о верующем человеке, об опасности, которая угрожает нам с вами, вот в чем она заключается. Это вера в то, что я могу сделать себя угодным Богу. Ну, представьте весы. И вот на эти весы я постоянно что-то кладу. Вот это я сделал, вот это мое, Господи, и вот это мое, и это мое, и это я. Ну, конечно, с другой стороны весов у нас есть плохие дела, от которых никуда не деться, никуда не спрятаться. И вот мы с вами думаем, да, братья сестры, что мы можем сделать себя угодными Богу. И вот эти вот хорошие дела, они постоянно будут превышать мои плохие дела. Ну, и Бог, вот, смотря на это, не заметит этого. Плоть постоянно что-то укладывает на эти весы. Она укладывает хорошие вещи, которые она сделала, чтобы уравновесить плохие вещи, которые тоже сделала. Мы как бы говорим, Господи, я угоден Тебе, и вот почему посмотри, посмотри на мои весы. Потому что более-менее хорошее, что я внес, уравновесило плохое, что я сделал. Знаете, вот это тонкое мышление может завладеть верующим христианином. Я думаю, именно это происходило в цирках Галатейских. Ну, вот прочитайте это послание, вы заметите, что там нет таких ярких грехов, грехов плоти, дел плоти, да, вот о которых можно было бы увидеть. Но вот проницательный взгляд апостола заметил это, что люди, они начали вот как-то по-другому думать. Вот что происходило в случае верующих, которым пишет Павел. Знаете, это были некоторые аспекты законов Ветхого Завета. Вот к примеру, очень ярко здесь встречается этот обряд обрезания, да, когда вдруг кто-то пришел в эти церкви, да, и сказал, послушайте, вы верующие, да, христиане, да, ну это хорошо. А вы знаете, что вот у вас чего-то еще нет? Они начали думать, как нам вроде Павел говорил, что вера во Христа достаточно, то Христос это все достаточно. Да нет, они говорят, Павел чуть-чуть не дорассказал вам, а вам нужно обрезание, да, или там исполнять диету Ветхого Завета, или исполнять праздники Ветхого Завета, то есть обо всем этом говорится. И знаете, вот люди принимают обрезание, допустим, или что-то другое, полагая, что от этого зависит положение человека перед Богом, да, и теперь, Господи, у меня есть чем похвалиться, ну, я диету содержу Ветхого Завета, я ни одного праздника не пропустил. У нас язык может быть другой, братья и сестры. Мы можем сказать, Господи, а я ни одного собрания не пропускаю. Господи, а ты посчитал, сколько раз я Библию прочитал? Господи, посмотри на мою семью, так у меня и дедушка, и прадедушка, у меня все верующие. Братья и сестры, вы понимаете, как тонко это может проникнуть в нашу с вами жизнь? Интересно, что именно об этом беспокоится апостол. Можете представить, братья и сестры? Именно об этом беспокоится апостол. Ну, казалось бы, Павел не курят, не пьют, может быть, достаточно. А Павел беспокоится и переживает. Почему? Потому что быть во плоти – это описание жизни до того, когда моя постоянно возвышающая плоть была повержена к кресту Господа Иисуса Христа. И Павел понимает, что если вы пришли ко кресту, вот здесь наступает смерть плоти и ее господство. То есть, если человек придет ко Христу, только здесь начинается смерть плоти и ее господство. Знаете, тогда, когда в моих руках нет ничего. Я не приношу ничего, что говорило бы, я достиг этого. Напротив, как отчаявшийся человек, как человек, которому грозит гибель, я держусь за Господа Иисуса Христа. Знаете, вот в Ветхом Завете иногда Бог проводил людей через очень странные обстоятельства. Ну, вот, к примеру, Яков, помните, боролся с Богом. И по всей вероятности, ну, вот, попробуйте представить опыт человека, да, вот, который прижил это, вот, а Бог что-то хотел сказать ему и нам с вами через этого человека. Вот представьте, вот мы с вами читаем эту историю, да, и там вот ясно, как будто бы Яков схватился за того, с кем боролся и не отпускал, да, вот, сильные руки, сильная хватка. И что вот сделал Бог, ангел написано, да, он коснулся бедра его, да, повредил бедро, да, и потом Бог ему эти слова говорит, что то, что очень сильно определяет, так, он говорит, отпусти меня. То есть Бог говорит, Яков, вот, что мне от тебя нужно, да, чтобы у тебя рука была пустая. Понимаете, братья и сестры? То есть в твоей руке всегда что-то было, Яков. У тебя было, ты это мог сделать, и то мог сделать, и это мог сделать. А вот, вот, когда ты пришел ко мне, Бог как бы говорит, вот, чтобы в руке у тебя ничего не было. И потом ты получишь благословение от Бога. Вот когда рука пустая, тогда, братья и сестры, мы с вами получаем благословение от Бога. отпусти меня. То есть, очень-очень странные слова. Ну, вот смотрите, как рассуждает апостол Павел, а я не желаю хвалиться. Да, то есть, ну, это его рассуждение. Это его жизнь. Вот почему он заметил это в жизни других. Он заметил, что люди начали хвалиться в присутствии Бога, начали хвалиться тем, что они сделали, тем, что они имеют. Павел говорит, а мне хвалиться нечем. Есть только одно, говорит, что вот повергла мою плоть. Да, Павел говорит, это крест Господа Иисуса Христа. Вот единственное, вот за что я буду держаться и не отпущусь. А и ничего другого в мою руку, на мои весы не попадет. Я вот страшусь этого больше всего, как огня. И не дай Бог на весы моей жизни, вот перед Богом, когда я предстану перед Богом, попадут какие-то дела. Он говорит, нет, нет, ни в коем случае. Я в присутствии Бога, он говорит, я хвалиться не собираюсь. В присутствии Бога мне нужна только крест Господа Иисуса Христа. То есть, опасно, братья и сестры. Почему опасно? Да, вот Павел предупреждает, если вы так думаете, да, от Христа пользы нет. Он так ясно говорит, да, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Ну, представьте себе это, братья и сестры, никакой пользы от Христа. Я думаю, это очень-очень страшно. Ну, я уже буду заканчивать, братья и сестры, несколько, знаете, вот таких вот мыслей, может быть, практических мыслей, да, вот если уж говорить о конфликте духа и плоти, да, вот как можно, ну, опять используя это слово, быть успешным в этой борьбе. Евангелие, буквально несколько мыслей. Евангелие призывает нас жить под водительством духа, да, где Господь, в мире, где господствует плоть. И вот тоже очень важно понимать. Вот мне кажется, для того, чтобы быть успешным в этой борьбе, первое, нужно признать, признать вражду между плотью и духом. Вы знаете, вот нам очень хотелось бы вот жить в спокойное время, да, вот в спокойное время, да, чтобы моя жизнь ничего не тревожилось, но вы знаете, мы должны осознать, что мы с вами, вот как христиане, как верующие люди, живем в условиях войны. От этого никуда не деться. И чем быстрее мы это признаем, чем чувствительнее мы будем к этому, чем чувствительнее мы будем к тому, что мы живем в условиях войны, тем успешнее мы будем жить в духе. То есть христианин, который больше всего хорошо, лучше всего этого понимает, это тот, кто признает реальность, близость. Этот конфликт близко. То есть он не в другой стране, не за океаном. Он в моем сердце, в моем сердце этот конфликт. То есть если я признаю это, братья-сёстры, масштаб этого конфликта, по-другому начинаю смотреть на жизнь. То есть мы с вами находимся в центре борьбы между плотью и духом. И наша с вами жизнь, наше сердце, это поле битвы, на котором происходит. Вот если мы с вами это знаем, для чего это нужно знать? Ведь тогда приходит бдительность. Если я знаю, что я живу в условиях войны, вот тогда приходит бдительность, которой нам обычно с вами не хватает. Только тот, кто стоит на страже, будет защищен от искушения. Помните слова Господа. Бодрствуйте и молитесь. Почему? Потому что только когда дух бодр, тогда плоть немощна. Только когда дух бодр, плоть немощна. То есть другого выхода для нас с вами нет. Интересно помнить о статусе, который мы с вами получили во Христе. Да, идет вот эта вот борьба между духом и плотью. Это большая картина истории человечества. Но вот мы с вами живем не в нейтральной зоне. Я думаю, это тоже очень интересно понять, потому что мы с вами принадлежим к новому творению. То есть мы не где-то на нейтральной территории между духом и плотью. Павел говорит, вы в Духе Святом, вы Иисусе Христе. То есть Он обитает в нас. То есть если дух Христа живет в нас, то у нас есть какие-то ресурсы, братья и сестры, у нас есть какие-то силы, вот ресурсы победоносного Сына Божьего, чтобы мы с вами могли победить в битве. Еще есть очень интересный текст, братья и сестры, который именно говорит о борьбе с плотью. Я тоже думаю, вы его знаете. Это последние два стиха послания к римлянам, 13 глава. Очень интересный. Павел, смотрите, как вообще по-человечески рассуждает. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь непированием, пьянству, сладострастью, распутству, нессором и завистью. Дальше 14 стих он говорит, это тоже интересно понять, важно понять. Облекитесь Господа Иисуса Христа и попечение плоти не превращайте в похоти. Ну, облекитесь, это значит оденьтесь. И вот начинаешь думать, ну, Павел, ну что за метафора, да? Что значит, ну, между прочим, облечься, мне кажется, имеется в виду, ну, полностью, да, там от головы до ног, чтобы ничего не было открытого. То есть, я вот начинаю понимать, я думаю, ну, в смысле нравственности апостол Павел говорит, да, что окутайте себя характером и чистотой Христа. То есть, вот этого пусть не будет вас, но вот характер и чистота Христа, он говорит, окутайте. То есть, внешнее проявление того, что пережили внутри. И с другой стороны, Павел говорит, не позволяйте себе думать о том, чтобы быть снисходительным своим желанием. То есть, буквально, он говорит, не давайте помысла плоти, не давайте плоти мыслить, не давайте плоти, ну, что-то говорить, действовать, да, что буду удовлетворить ее похоти. А да, братья и сестры, плоть будет предъявлять свои требования. Она будет делать это настойчиво, очень-очень настойчиво. Ну, вот конечной целью нашей с вами жизни является подобление Христу. И вот в этом наше с вами призвание серьезно стараться жить подлинно христоподобной жизнью. То есть, ну, и вот это важно признавать, что мы зависим от Духа Святого, который производит нашу реальность. И вот, ну, последнее, что, обращая внимание, чутко реагировать на Дух. В каком смысле? Вот, к примеру, вот буквально еще один стих, если читать послание Галатам, 18-й, тоже вот такие слова апостола Павла. Если вы Духом водитесь, то вы не под законом. Вот, не один раз это встречается в выражение, водиться Духом Святым, быть Вадимом Духом Святым. Вот опять начинаю размышлять, может быть, разговаривать с апостолом Павлом. Хочу спросить Павла, ну, практически расскажи, что ты имеешь в виду. Ну, вот, что значит быть Вадимом? Голос слышать его? Или что? Или стучаться где-то тебе в сердце будет? Что он имеет в виду? Вот, мне кажется, братья-сестры, вот, послание к римлянам, похожий стих, где он говорит, что Вадимый Духом Божиим, суть, помните, кто? Сыны Божьи, да? Дух Святой – это Дух усыновления. Ты по-особенному начинаешь понимать, что Бог – это твой Отец. Это вот, ну, эффект или действие того, когда Дух Святой живет в сердце человека, да? Я понимаю, что когда я склоняюсь, да, и обращаюсь к Богу, да, я вот по-настоящему, я говорю, произвожу это слово «Отец». То есть, получается, что вот Дух Святой ввел меня в семью. А что теперь значит быть Вадимым Духом Святым? И поскольку все связано с такой вот семейной атмосферой, да, братья-сестры, вот мне кажется, братья-сестры, он имеет в виду следующая логика Павла, ну, следующее сознание того, что я принадлежу семье. И я теперь очень переживаю о том, чтобы не опозорить фамилию моей семьи. Понимаете? Вот теперь для меня улыбка небесного Отца, это то, ради чего я живу. И не дай Бог, вот небесный Отец, там он будет грустно смотреть на меня. Понимаете, вот что значит водительство Духом Святым? И может быть, ну, как, мне нужно много правил в жизни, да, вот этого иногда достаточно, вот понимать, да, что мой небесный Отец, вот его улыбка, вот для меня она очень-очень важна, и чтобы он был расположен ко мне, чтобы смотрел на мою жизнь, чтобы, ну, просите за такое вот сравнение, не опозорить фамилию семьи. Ну, я думаю, мы часто о детях переживаем, говорим там, когда, особенно, куда-то идут, ну, смотри, это, чтобы знали, какая у тебя фамилия, да, чтобы потом людям уже было смотреть в глаза спокойно. Я думаю, это вот один из аспектов того, что значит быть Вадимом Духом Святым. Это мы начинаем быть чувствительными к Духу, потому что это Дух нашего Отца, Дух нашего Спасителя. Да, то есть, вот, я думаю, это происходит в нашей с вами жизни. Братья и сестры, пусть Господь благословит нас с вами, вот, ну, как, что мне хотелось бы сказать, конфликт, и, с одной стороны, не нужно искать вот чего-то такого яркого, может быть, да, такого страшного, да, то есть плоть, она иногда маскируется, и для верующего человека очень-очень опасно вот в присутствии Бога начать чем-то хвалиться. То есть, в сути смысла Евангелия как раз-таки в противоположном, что нет ничего, что могло бы хвалиться перед Богом, нет ничего, что я мог бы положить на весы моей жизни. Пусть Бог благословит нас с вами. Аминь. Я приглашаю вас к молитве, пожелаю помолиться.